Мы на месте и у неё тонкая копия, как на две части разделены. Одна замученная, истощённая, а другая наряженная и ищущая, я бы сказала, глазами. И какая из них оригинальная или она оригинальная, разбита на две части? Органические. В общем, у меня нет гармонии, она или такая, или такая. Понятно, хорошо, будем смотреть. На настоящий момент мы ничего сделать не можем, будем вытаскивать. Даю команду на счёт три, сканер сканирует пространство над головой, Веры под ногами 360 градусов вокруг неё, сканер сканирует систем тонких тел Веры, находит всё. Ну, у неё, как от этих двух частей, выстраиваются каналы, они разные. От истощённой выстраивается канал к арахноиду, к гуманоиду и к дракону. Какой? Красный. Красный дракон. Другой копии, наряженный и самодовольный. Не самодовольный, как будто она сама себе что-то доказать хочет этим. Выстраиваются копии к инкубу и к джина. Весёлая какая команда. Ещё кто-то есть? Всё. Хорошо. Какой у нас джин? Семьдесят два тринадцать. У нас золотой джин? Да. Хорошо, золотой джин. Сколько ты находишься в этом биополе? Дай подумать. Пять с половиной месяцев. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? Девять месяцев. Девять месяцев. Красный дракон, какие у нас цифры над головой? Тридцать два двенадцать. Сколько ты находишься в биополе, красный дракон? Три года. Гуманоид, откуда ты? Серьёзно. Кто ты? Ну, вообще специализируюсь на душах. Ловец душ? Здесь уже вытягивать нечего. А почему? А кто вытащил? И что вытащил? Стащилась. Сколько ты находился в её биополе? Находился. Наблюдал больше. Находился. Находился меньше года. У неё были проблемы год. Вот как раз год идут. Пелена на глазах. Это твоя работа? Зрение ухудшилось? Конструкцию имею. Значит, от твоей конструкции, да? Нет. Пелена на глазах. Нет. Хорошо. Переходим к арахноиду. Сколько арахноид находился в этом биополе? Пелена на глазах. Это иллюзия. Спрашиваю дракона. Хорошо. Вернёмся к дракону. Три года сидящему. Итак, арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. У кого есть контракт из вас с Верой? Ни у кого. Кто из вас присутствует в квартире Веры? Джин пытается контракт с ней подписать, но пока мало времени пришло. В квартире Джин, дракон оплаты и арахноид. И арахноид со своим потомством. Понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы. Той команда тонкой копии Веры спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогены и низкой аббрационной энергии в её биополе, как она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Так, дракон. Почему у человека начало портиться зрение от твоей подключки? Почему ты наносил вред здоровью физическому человеку? Она хотела иллюзию, она её получила. Для меня слишком размытый ответ. Потрудись объяснить. Когда человек летает в безопасности быть сбитым, она окружила себя иллюзией. И от чего, от этого портится зрение? От иллюзии портится. А не от твоих... Это физическое. А не от твоей платы, которая находилась в третьем глазе, портится зрение случайно, а, дракон? Нет, у меня платы в третьем глазе. Хорошо. Если есть ответственные за испорченное зрение, над ответственной клеткой загорается маячок. Есть таковые? Эмоциональная сердечная чакра, которая влияет на другие чакры. Она как оболочкой окружила себя иллюзией и боится выйти из этой оболочки и посмотреть правде в глаза. Поэтому и пелена. Понятно. Хорошо. Вопросов здесь нет. Как с реверсом? Кончит. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Вера забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает. Вера себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И скейнер просканирует на настоящий момент полниту души Веры. Сто процентов. То есть в одной части 40, в другой 60. Они не сбалансированы. Не сбалансированы. У нее гармонии нет внутри. Понятно. Нет гармонии. Вполне возможно, что такое бывает. Закончился реверс. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем тогда с вытаскания того, что осталось. Начинаем с Джина. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки. Вытягивай. Втягивай в себя. Как закончишь? Доложи мне о готовности к проверке. Проверка будет проведена скейнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. У него в ногах воронка, как из золота финансовая. Потеря финансов и очень страшна благополучие. И ты на этом страхе играл, да? Да, на этом страхе он бы контракт заключил позже. А откуда эти страхи? Это ее собственные страхи, которые ты усиливал? Или это навеянные тобой страхи? Это зона комфорта. Из которой она не хочет выходить? Ты об этом? Не считает нужным выходить. Не считает нужным выходить. Хорошо. Он убрал воронку. Хорошо. Инкуб твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. Расскажи, что ты на нее одел. И возвращайся назад, как все снимешь. Приступай. У него как голограмма стоит. Как работала твоя голограмма? Как ее воспринимали люди? Кем она казалась? Им? Все по-разному. Как для кого-то невидимкой. Кто-то вообще не замечал. И как невидимая она была. А для кого-то она вызывала отвращение. И это было связано только с тем, что ты не хотел ни с кем делиться ей. Правильно? Или ты на этом энергии высасывал? Как даже не отвращение, а как надоедливость. Ну хорошо. Если такая реакция была, значит это была работа накидки инкуба. Избегали ее. Он снялся. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все платы, отключайся полностью. И возвращайся назад. Приступай. У него в сердечной чакре там горечь. Он воспламенял еще больше чувства. От чего горечь у нее, дракон? Эмоции. От ее же эмоций или эмоций со стороны? Это ее эмоции. Ее эмоции. Понятно. Эмоции надо ими уметь владеть. Вернее, не реагировать. Хорошо. Он их как воспламенял больше еще. Все убрал. Хорошо. Гуманоиды выходить не надо. Вытаскивай все в свою конструкцию. Все, что я оставил в ее биополе. Докладывай готовность к проверке. Приступай. Снял. Арахноид, твоя очередь. Выходи. Вытаскивай все в свою паутину, иголки. Все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. У меня волосы оплетены. Уже вплел в волосы, да? Хорошо. Что она испытывала? А то их под ключик арахноид. На голове тяжесть. Головная боль, мигрени были. Каша в голове. Невозможность концентрации. Что было из этого? Тяжесть каши. Он показывает, как он волосы вниз тянет. Мне важнее. Это чувство у нее, как лоб, виски. И начинает сдавливать. Понятно. Хорошо. Теперь Вера знает причину и этих симптомов. Все сняла. Хорошо. Все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Веры с арахноидом, гуманоидом, красным драконом, инкубом, джином и всеми их конструкциями, чипами, датчиками и имплантами. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. У нее нет спокойствия и уверенности. Сюда она раздвоена. Закончила сегодня рассинхронизация. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Вере, помогая моей энергии, осигнуть ей все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает все каналы. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Джин, Красный Дракон и Арахноид. Я сейчас открою два портала вам. Джин уйдет в один портал, в квартиру Веры. Красный Дракон, Арахноид уйдут в другой портал. Вы соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю и открою вам портал на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Веры. 1-2-3. В один уходит Джин. В другой портал уходит Красный Дракон и Арахноид. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Есть. Инкуб, готово уходить? Готово. Больше не приходи, если не хочешь со мной встретиться. Я буду проверять это биополити. Это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1-2-3. Инкуб забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Еще раз приветствуйте, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Сириуса сидел около года в биополе. Клавец душ. Забираем. Хорошо. Готова. Клетка пустая у нас, да? Сейчас, секунду. Да. Еще тонкие поля у нее рассинхронизированы. Так и стоят две половины. Да. Хорошо. Дальше будем работать. Посмотрим дальше. Выходит эмоциональный фантом Веры. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэббрационные эмоциональные энергии на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Будто какую-то нож унесет. Ему тяжело. Серая такая, крупная. Хорошо. Спрашиваем Веру. Вера, а что это за нож вы несете? Это правда, которую я скрываю внутри себя. И как вы собираетесь из этой ситуации выходить? Хуже вышло. Признала это правда. Хорошо. Уже легче. Вы готовы расстаться с этими энергиями? В принципе, я всегда это знала. Просто забила глубоко в себя. Хорошо. Надо было вынести и признать. Вы готовы? Расстаться хочу. Хорошо. Сворачивайте энергии в шар. Открываю воронку в галактическое ядро. И эмоциональный фантом уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Поехали по частотам. В них в временах и снах. Сила моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Прочитала она? Она прекрасно прочитала. Во-первых, она сгармонизировалась. И как она говорит, она нашла свое суверенное я. Как я могла его потерять? Хороший вопрос. Бывает. Это был урок. Отлично. Переходим к закачке энергии, подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно вере и какая частота вибраций. Триста семьдесят и двадцать шесть. На четыре макушку головы Веры начинает поступать семь высокоэбрационных потоков по триста семьдесят процентов каждые. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до двадцати шести герц. Пошел подъем. Амазонка. У нее было воплощение, и она осталась красной линией, как в ее душе. Амазонка. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Если будет желание, Вера может обратиться к нам и задать десять вопросов для куратора. Мы его пригласим, и он на них ответит. Именно поэтому и важно суверенное я, независимость и уверенность в себе. Когда она это теряет, она разгармонизируется. И имеем то, что имеем. Хорошо. Синхронизируется. Отлично. Хорошо, Вера, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично.